Президент Украины Владимир Зеленский на Генеральной Ассамблее ООН предложил создать специальный трибунал для России. Он призвал цивилизованный мир вводить санкции против агрессора и разработать механизм компенсации за нанесенный Украине ущерб. А также изолировать Россию на международной арене и лишить ее права голоса, в том числе права вета в соубезе ООН. Во время выступления Зеленский предложил свою формулу мира, которая также могла бы стать основой для реформирования ООН. Выступая на Генеральной Ассамблее ООН, Владимир Зеленский предоставил свою формулу мира. Она состоит из пяти пунктов. Наказание за агрессию, защита жизни, восстановление территориальной целостности, гарантии безопасности и решимость. По словам Зеленского, эти же пункты могли бы стать основой для будущей реформы ООН. Чего нет в нашей формуле? Нейтральности. Те, кто говорил о нейтральности, когда человеческие ценности и мир под ударом, имеют в виду совсем другое. Они говорят о безразличии. Каждый сам за себя. Вот о чем они говорят. Интересуются проблемами друг друга условно. Заботятся друг о друге формально. Протокольно сочувствуют. И поэтому они делают вид, что защищают кого-то. А на самом деле защищают только свои узкие интересы. Вот это и создает условия для войны. Вот это и нужно исправить, чтобы создать условия для мира. Зеленский предложил создать специальный трибунал для наказания России за ее агрессию. По его словам, именно она должна заплатить за восстановление Украины. Для россиян потеря денег – самое страшное наказание, уверен украинский президент. Владимир Зеленский добавил, что российские рассказы о необходимости переговоров не верят. Договоренностей о мире не будет, пока последний российский солдат не покинет украинскую территорию. Россия боится настоящих переговоров и не хочет исполнять любые справедливые международные обязательства. Врет всем, как это типично для агрессоров, для террористов. Вот и сейчас, когда Россия говорит о переговорах, она просто хочет замедлить свое отступление. Россия хочет перезимовать на захваченной территории Украины и подготовить силы для попытки нового наступления, для новых буч, новых изюмов. Мы не можем согласиться на отложенную войну. Она будет еще горячее, чем сейчас. Владимир Зеленский единственный, кому разрешили выступать на сессии Генассамблеи по видеосвязи. Чтобы принять это решение, в ООН провели специальное голосование. Против выступили семь стран. И их украинский президент тоже упомянул в своем обращении. Это было голосование не только по поводу формата. Это было голосование по поводу принципов. Только семь государств проголосовали против. Беларусь, Куба, Северная Корея, Эритрея, Никарагуа, Россия и Сирия. Семь. Семерка, которая боится видеообращения. Семеро, которое реагирует красной кнопкой на принципиальность. Только семь. Сто один и семь. Друзья, если такая коалиция против нашей решительности, то я всех вас поздравляю. Потому что это значит, что мир победит любую агрессию. И нету никакого препятствия, чтобы мы все-таки реализовали формулу мира. Владимира Зеленского и Украину в своем выступлении в ООН поддержала британский премьер-министр Ли Страсс. Ядерные угрозы Владимира Путина она назвала бряцанием оружием. Премьер Британии призвала лидеров стран не идти на какие-то компромиссы в пользу России. Несмотря на трудности из-за высоких цен на энергоносители. Это решающий момент в нашей истории. В истории этой организации и в истории свободы. История 2022 года могла бы стать историей авторитарного государства, которое перебросило танки через границу мирного соседа и поработило его народ. Но в итоге эта история о том, как свобода дала отпор. Перед лицом растущей агрессии мы показали, что у нас есть силы действовать и решимость довести дело до конца. Оказать максимальное давление на Владимира Путина призвал президент Франции Эммануэль Макрон. Отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Генассамблеи ООН, он заявил, что Россия все больше погружается в войну в Украине. Решение о мобилизации ведет к дальнейшей изоляции самой России. То, к чему я призываю, прежде всего Россию, это к прекращению огня и миру. Я призываю, чтобы каждый оказывал максимальное давление на президента Путина, чтобы он прекратил эту бессмысленную войну. Я считаю, что любая эскалация, даже словесная, ни к чему не приводит. На полях Генассамблеи ООН также состоялась встреча министров иностранных дел стран Евросоюза. По словам главы европейской дипломатии Жозеппе Борреля, участники заседания пришли к политическому согласию по поводу очередного пакета антироссийских санкций. Какие отрасли в него войдут, пока не сообщается. Но, по словам главного европейского дипломата, удар по российской экономике будет существенным.